Номинация «Художественное слово». Возрастная категория 16-18 лет. Кожакина Карина. Театральное объединение «Браво». Город Пугачёв. Педагог Пекарева Оксана Владимировна. Исполнит «Девушка и смерть». По деревне ехал царь с войны. Едет, чёрное зловое сердце точит. Слышит, за кустами бузины девушка хохочет. Грозно брови рыжие нахмурят, царь утарил шпорами коня. Налетел на девушку, как буря, и кричит доспехами звене. «Ты чего?» — кричит он зло и грубо. «Ты чего, девчонка, скалишь зубы?» «Одержала врага надо мной победу. Вся моя дружина перебита. Я домой за новой расе еду. Я твой царь. Я в горе и обиде. Каково мне глупый смех твой видеть?» «Отойди, батюшка, ты лучше отойди». «Любишь, так уж тут не до царей. Некогда беседовать с царями. Иногда любовь горит скорее тонкой свечки в жарком божьем храме. Царь затрясся весь от дикой злости, — приказал своей покорной свите. «Ну-те-ка, в тюрьму, девчонку, бросьте! Или лучше сразу удавите!» Исказив угодливые рожи, бросились к девице словно черти. «Конихи, царевы и вельможи предали девицу в руки смерти». «Смерть всегда злым демонам покорна, но в тот день она была не в духе. Ведь весной любви и жизни зерна набухают даже в ней, старухи. Девушка стоит пред смертью смело, грозного удара ожидает. Смерть вормочет, жертву пожалела. «Ишь ты ведь, какая молодая! Что-то нагрубила там царю! Я тебя за это уморю!» «Не сердись, — ответила девица. «За что на меня тебе сердиться? Целовал меня впервые, милый, под кустом зеленой бусины. Ну, а царь на грех бежит с войны. Я и говорю ему, царю, отойди, мол, батюшка, оттуда. Хорошо, как будто говорю, а гляди-ка, вышло-то как худо. Что ж, от смерти некуда деваться. Видно, я умру, недолюбя. Смертушка, душой прошу тебя, дай ты мне еще поцеловаться. Странно смерть речи эти были. Смерть об этом никогда не просит. Думает, чем буду жить на свете этом, Если люди целоваться бросят. И на вешенном солнце кости грея смерть сказала, подманив змею. «Но ступай, целуйся, да скорее. Ночь твоя, а на таре упью». И на камень тело ожидает, а земля изжалом косу лижет. Девушка от счастья рыдает. Смерть ворчит. «Иди скорее, иди же!» Вешеным солнцем ласково согрета смерть разула стоптанной лапти. Прилегла на камень и уснула. Да проснулась около полудня, смотрит. А девица не пришла. Смерть ворчит бурно. «Ишь ты, блудня! Видно, ночь-то коротка была». И едва дождавшись лунной ночи, Смерть идет грознее синей тучи. Смотрит, час прошла и видит. На траве областной в лунном блеске Девушка сидит. Богиня Вешеная. Грудь ее обнажена бесстыдно. И на коже шелковистой ланьей Звезды поцелуев ярко видны. Под глазами голубые тени. Точно рано губа плашно алая. Положив ей голову, в колени дремлет парень, Как олень усталый. Смерть глядит, и тихо пламя гнева Гаснет ее черепе пустом. Ты чего это, словно Ева, Спряталась от Бога за густом? Не шуми, не испугай беднягу, Тонкую косою не звени. Я приду в могилу лягу, А его подольше сохрани. Виновата, не пришла я к сроку. Думала, до смерти недалек. Дай еще парнишку обниму, Больно хорошо со мной ему. Да и он хорош, ты погляди, Вон какие он оставил знаки На щеках моих и на груди. Вишь, цветут, как огненные маки. Смерть не мать, Но женщины и в ней Сердце тоже разума сильней. В темном сердце есть ростки, Жалости и гнева, и тоски. Что ж, сказала смерть, Пусть будет чудо. Разрешаю я тебе, живи. Только я с тобою рядом буду, Вечно буду около любви. В той поры любовь и смерть, Как сестры, Ходят неразлучно до сегодня. За любовью смерть, Скосой острый, Тащится повсюду, Точно сегодня. Ходят околдованно судьбою, И везде на свадьбе, И на трезне. Неустанно, Неуклонно строят Радости любви И счастья жизни. Жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.